Это новая артиллерия немецкой артиллерии! В этом году Дора была использована для штурма Севастополя, а в 1944-м для подавления восстания в Варшаве. Развитие артиллерии Германии после Первой мировой войны было ограничено Версальским договором. Согласно положениям этого договора, Германии запрещалось иметь любые зенитные и противотанковые пушки, а также орудия, калибр которых превышал 150 мм. Таким образом, создание крупнокалиберной и мощной артиллерии было вопрос чести и престижа, считали лидеры нацистской Германии. Исходя из этого, в 1936 году, когда Гитлер посетил один из заводов фирмы Круп, он категорически потребовал от руководства компании спроектировать сверхмощное орудие, которое было бы способно разрушить французскую линию Мажино и бельгийские пограничные форты, например, Эбен-Эмаль. Согласно требованиям Вермахта, снаряды пушки должны были быть способны пробить бетон толщиной 7 м, броню в 1 м, твердый грунт в 30 м. Максимальная дальность стрельбы орудия должна была составлять 25-45 км и иметь угол вертикальной наводки плюс 65 градусов. Группа конструкторов концерна Круп, которая занялась созданием новой сверхмощной пушки по предложенным тактико-техническим требованиям, возглавлял профессор Мюллер, имевший громадный опыт в данном вопросе. Разработка проекта была завершена в 1937 году, и в этом же году концерну Круп был дан заказ на производство новой пушки калибра 800 мм. Строительство первого орудия было завершено в 1941 году. Орудию в честь жены Мюллера дали название «Дора». Второе орудие, которое в честь руководства фирмы Густава фон Болина и Гальбаха Крупа было названо «Толстый Густав», было построено в середине 1941 года. Кроме того, было спроектировано третье орудие, калибра 520 мм, с длиной ствола 48 м. Оно называлось «Длинный Густав». Но это орудие не было достроено. В 1941 году, в 120 км западнее Берлина, на полигоне Рюгенвальде-Hillerleben, произошли испытания орудия. На испытаниях присутствовал сам Адольф Гитлер, его соратник Альберт Шпеер, а также другие высокие армейские чины. Гитлер остался полностью доволен результатами испытаний. Хотя пушки и не имели некоторые механизмы, они соответствовали требованиям, которые были указаны в тех заданиях. Все испытания были закончены к концу 1942 года. Орудие было поставлено в войска. К этому же времени на заводах компании было изготовлено свыше 100 снарядов, калибра 800 мм. Запирание затвора ствола, а также досылка снарядов проводилась гидравлическими механизмами. Пушка была оборудована двумя подъемниками, для гильз и для снарядов. Первая часть ствола была с конической нарезкой, вторая с цилиндрической. Орудие монтировалось на 40-осном транспорте, который располагался на сдвоенном железнодорожном пути. Расстояние между путями составляло 6 метров. Кроме того, по бокам орудия прокладывалось еще по одному железнодорожному пути для монтажных кранов. Полная масса орудия составляла 1350 тонн. Для ведения огня орудию был необходим участок длиной в 5 км. Время, которое затрачивалось для подготовки пушки к ведению огня, состояло из выбора позиций. Могло достигать 6 недель и самой сборки орудия около 3 суток. Дора не отличалась скорострельностью, поскольку перезарядка требовала уйму времени. Стрелять получалось каждые 30-45 минут. Ежедневная производительность до 14 снарядов. Немного, но каждый из них теоретически мог нанести сопернику огромнейший урон. Суперпушки готовились для взятия Франции. Однако на момент начала боевых действий их еще не успели построить. А даже если бы успели, то вряд ли Доре и Густаву пришлось делать залпы. Фортификационные укрепления не стали помехой для быстрого захвата немецкими войсками Франции и Бельгии. Тем не менее, фашисты применили орудия при осаде Севастополя. Подготовка позиций для пушки в 25 километрах от атакуемых объектов заслуживает отдельного внимания. Их оборудовали в обстановке строжайшей секретности. Район охраняла военная полиция и три сотни солдат. Прикрытие с воздуха обеспечивали истребители. И состоящее из 400 человек дивизион противовоздушной обороны. Наконец, еще полтысячи бойцов химического подразделения занимались постановкой дымовой завесы. Общее число занятых обслуживанием Доры превысило 4000 человек. Зачем система устанавливалась на железнодорожные рельсы? По ряду причин. В частности, для применения монтажных кранов. И параллельного размещения вагонов со снарядами. Для проведения всех мероприятий немцам пришлось построить сортировочную станцию и кухню. Подогнать два тысячи сильных подъемных крана. Развернуть полевой хлебозавод. Происходящее напоминало стройку. Постепенно фундамент обрастал механизмами. Затем на него водрузили 400-тонный ствол. Дора была готова атаковать. Перевозка орудия осуществлялась железнодорожным транспортом. Так, под Севастополь Дора была доставлена пятью поездами в 106 вагонах. Первый поезд. Обслуга. 672-й арт-дивизион. Около 500 человек. 43 вагона. Второй поезд. Вспомогательное оборудование и монтажный кран. 16 вагонов. Третий поезд. Части пушки и мастерская. 17 вагонов. Четвертый поезд. Механизмы заряжания и ствол. 20 вагонов. Пятый поезд. Боеприпасы. 10 вагонов. Во Второй мировой войне Дора принимала участие всего дважды. Первый раз орудие было использовано для взятия Севастополя в 1942 году. Во время этой кампании был зафиксирован всего один случай удачного попадания снаряда Доры, который вызвал взрыв находящегося на глубине 27 метров склада боеприпасов. Остальные выстрелы Доры проникали в грунт на глубину до 12 метров. После взрыва снаряда в грунте образовывалась капелеобразная форма диаметром около 3 метров, что не причиняло особого вреда защитникам города. В Севастополе орудием было выпущено 48 снарядов. После Севастополя Дора была отправлена под Ленинград, а оттуда на ремонт в Эссен. Второй раз Дора использовалась в 1944 году для подавления Варшавского восстания. Всего в Варшаве орудием было выпущено больше 30 снарядов. Начальник генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии генерал-полковник Франц Гальдер назвал Вундерваффе настоящим произведением искусства, но при этом совершенно бесполезным. Как бы то ни было, немцы позаботились о том, чтобы орудия не достались Советскому Союзу. Их вывезли в Баварию и взорвали. 22.04.1945 года передовые части армии союзников в 36 км от города Ауэрбах Баварии обнаружили остатки взорванных немецкими солдатами орудий Дора и Густав. В последующем, все что осталось от этих исполинов Второй мировой войны, было отправлено на переплавку. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.